Друзья, всех приветствую! Поступил чудесный призрачный вопрос. Призрики и привидения. Как относиться к паранормальным явлениям? Ну, без обид, дорогие друзья, особенно те, которые интересуются подобными вопросами. Я бы все-таки рекомендовал бы, если вам являются призраки и привидения, все-таки сначала записаться на прием к психиатру. Говорю вам это на полном серьезе. Все-таки, если что-либо происходит необычное, сверхъестественное, и это видите только вы, все-таки не поленитесь. И в этом нет ничего стыдного. Проверьте себя у специалиста. Потому что, если это связано с нарушением психики, лучше вы об этом узнаете раньше, пропьете определенный курс препаратов и будете совершенным, дееспособным ходить будете и жить обычной жизнью. Чем, если вы все это дело запустите и потом будете лежать безвылазно в каком-нибудь психоневрологическом диспансере. Но при этом, так как бывают довольно редкие случаи, когда и правда себя проявляет невидимый мир видимым образом, то стоит сказать, что церковь относится очень скептично к различным выводам, которые мы начинаем делать, если соприкоснулись с невидимым миром. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, как обычно мы реагируем на все такие призрачные вещи, вот можем прочитать в Евангелии от Матфея следующие слова. «В четвертую же стражу ночи, то есть в конце ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю». То есть Христос шел прямо по воде. Ну, это известное чудо хождения по водам. «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь». Итак, первое. Мы всегда смотрим на последствия того или иного явления. Об этом говорил Христос. «По плодам их узнаете их». Если было какое-то явление, и оно вас напугало, то оно не от Бога, потому что Христос сам говорит, не бойтесь. Господь Бог нас никогда не пугает, и Господь все делает во благо. То есть если было какое-то сверхъестественное явление и правда, и вы понимаете, что это именно то самое явление, то есть вы психически здоровы, но при этом никакой духовной пользы оно вам не принесло, то и никаких выводов, особенно долгоиграющих выводов, делать не надо. Те случаи, когда Господь Бог являл себя или давал возможность увидеть человеку святого какого-либо, когда это было именно от Бога, это всегда имело очень серьезные, положительные последствия на духовной жизни человека. А если у вас потом остался только какой-то страх, смущение, непонимание, ну, про себя помолитесь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и забудьте, как будто этого и не было. Напоследок скажу, что даже когда святым было видение от Бога, они, будучи людьми трезвыми, они не реагировали даже на явление от Бога. И приходилось надо Господу Богу по два-три раза, то есть проявлять даже некую настойчивость, чтобы святой понял, что это от Бога. Это говорит о внутреннем состоянии человека, о внутреннем правильном состоянии человека, когда человек не ищет никаких знамений и не ищет каких чудес. Хочу заметить, что люди, которые хотят увидеть что-то сверхъестественное, потом и правда это видят. Но чаще всего это связано с нарушением психики. Продолжение следует...